Привет! Очень многие думают, что же вкусного приготовить можно из шпината, помимо салатов и начинок для пирога. Поэтому сегодня мы будем готовить с вами рулет на основе шпината с омгой и огурцом и крем-сыром. Это будет очень вкусно, по-весеннему, легкий, воздушный. Первый наш шаг. Отделяем желтки от белков. После того, когда мы отделили желтки от белков, очень важно белки убрать в холодильник на некоторое время. Складываем шпинат в блендер. Потом добавляем желтки. Немного присаливаем. И начинаем взбивать до получения однородной массы. У меня приблизительно ушло на это минуту 3-4. Важно получить однородную измельченную массу для того, чтобы потом тесто было ровным, однородным, без видимых включений. Переливаем массу в миску. Добавляем муку. И начинаем аккуратненько перемешивать до получения однородной массы. После этого приступим к очень главному, ответственному моменту. Нам нужно взбить белки до получения пик. Это очень легко получить. Вы это очень легко увидите. Белки должны стать... Белки должны стать... Упругими, твердыми, как розочками. Чтобы, когда мы захотели перевернуть миску, белки остались в ней. Начинаем постепенно добавлять белки в нашу массу. Сначала одну треть. Перемешиваем. Потом еще треть. И потом оставшуюся часть. Перемешиваем до тех пор, пока тесто не станет однородным, легким, пушистым, красивым. Застилаем наш противень пергаментом. Смазываем его маслом. И распределяем равномерно по всей площади наше тесто. Старайтесь, чтобы оно было одинаковой толщины. Что по срединке, что по краям. Это очень важно для того, чтобы оно хорошо равномерно пропеклось, а наш рюлет получился однородным, ровным, без утолщения. Продолжение следует... Убираем заранее разогретую духовку минут на 12-14. После этого, когда мы достали наш корж, очень важно накрыть его пергаментной бумагой до полного остывания. Пока наш корж остывает, мы можем приступить к начинке. Режем рыбку кусочками. Режем соломкой огурец. И когда тесто наше остыло, мы переворачиваем противень, снимаем лист пергамента и начинаем его обидно смазывать нашим крем-сыром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Далее распределяем начинку такими формами, как указано на видео. Это очень важно для того, чтобы рулет хорошо свернулся, не порвался и начинка была в нем равномерно распределена. Начинаем его аккуратно сворачивать, помогая себе пергаментной бумагой. Сворачиваем его максимально туго, но чтобы он не порвался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Заворачиваем свернутый рулет в пергаментную бумагу и убираем в холодильник минут на 10-15. Приятного аппетита!